А вот этот существующий мост, который сейчас видно сверху, да, есть такой, построен, да. Так он там притопный, как он по преданиям, типа, он там держится на воде, просто камень, а на самом деле... Да нет, то есть там по-другому на самом деле, просто как бы, ты же знаешь, что бывает суша поднимается, бывает вода поднимается и так дальше. Ну, уровень океана колеблется. И в принципе, есть определенные возвышенности, как горные хребты. И в таком плане Цейлон, Ланка и другие там вот эти острова, это как часть Евразии. Вода поднялась, Ланка отделилась. Ну, небольшая возвышенность осталась, которая когда-то была горным хребтом. Рама, чтобы не строить там заново мост, он просто нашел по самому природосообразному пути, где там есть природная возвышенность, и сказал аборигенам, которых он нашел в Индии, чтобы они там набросали камни, чтобы можно было по ним пройти. Вот и все. Это природная возвышенность. Искусственно только достроенная. До удобства передвижения по ней людей. Ну, на тот момент они не обладали уже как полетательными аппаратами. Во-первых, не обладали. Во-вторых, некоторые аппараты сохранились, но их не было под рукой у Саагаста. Первое. Второе. Ему надо было перевести огромное число людей. Третье. Потом ему надо было с ламки переводить самих тех пришельцев. Поэтому нужен был мост. А это время вообще прибудительно какое? Семь с половиной тысяч лет назад. Ты же помнишь, как, допустим, христиане и мусульмане называют Рама Сатуб? Не помнишь. Они его называют мост Адама. И по их преданиям Адам, родившись на ламке, по этому мосту перешел и ушел в Евразию жить. По нашим преданиям Рама этот мост построил, чтобы прийти на ламку и наказать там кое-каких товарищей. А по их преданиям их прародители оттуда во ушли. Так что все сходится, все нормально. А что за предания такие? Ну как, предания местного населения ламки. А при чем здесь христиане и мусульмане? Ну а там же есть. Ага. И они называют, то есть те, которые индусы, последователи индусской ведической традиции, называют Рама Сатуб. То есть место, по которому ступал Рама. Сатуб, стоп, стопа и так дальше. Понятно общий корень. А они объясняют это как то место, откуда вы зашел Адам или другие их предки. Тоже все сходится. С этим понятно, да? Здесь по ходу того, что мы уже разобрались, что-то детальнее разобрать нужно. Так мой мозг до сих пор сохранился. Кое-как. Он немного как бы притоплен, в некоторых местах он выбитый немного, но пройти по нему можно. А российский исследователь, поехавший туда, в Индию, смог по нему пройти до ламки. Там несколько километров что-то стояли. Есть фильм об этом. Ну вот так. Что-то еще из разобранного нужно прояснить. Ну а получается, что христианская датировка именно от того момента как раз и ведется? Ну очевидно, от того, как товарищей зашли сланки. Они же все-таки так и пишут. От Адама. Ну они как раз и по члену церковно-славянского, насколько сильно пишут.